Более 20 лет их разъединяли не только тысячи километров, но и государственные границы. Сегодня крымские и тверские ветераны с гордостью называют друг друга соотечественниками. 7 мая по инициативе губернатора Тверской области состоялась видеоконференция, благодаря которой братья по оружию и по долгу, как именуют себя сами ветераны, смогли увидеть друг друга. 2014 год для всех россиян стал знаковым. Впервые после долгих лет День Победы страна будет встречать как единая семья, уверен Андрей Шевелев. Глава региона пообещал в помощь ветеранам Крыма и Севастополя перечислить полтора миллиона рублей. Хочу, чтобы вы были уверены в том, что мы вместе. Мы вместе. И когда вы говорите слова благодарности по поддержке, у нас так принято среди регионов России. И сегодня, когда еще два субъекта Российской Федерации прибавилось, вы убедитесь в том, что это только начало. Граница между Россией и Крымом существовала только на карте. В душе ее никогда не было, говорят ветераны, на долю которых выпали не только ужасы войны, но и тяжелый труд по восстановлению страны. После окончания войны я работал на Северопольском спецуправлении в случае 76. Восстанавливали Севастополь, Крым. И мне самая большая радость обстановка, которая произошла 16 марта, когда крымчане своим опорством добились того, что мы вовразили в Россию. Между событиями 1944 года, когда крымчане разгромили фашистов, и событиями 2014-го действительно много общего. И тогда и сейчас отважные жители полуострова были готовы стоять до победного. Во время Великой Отечественной войны Крым стал эпицентром ожесточенных боев с фашистами и на суше и в море. Немцы рассчитывали присоединить Крым к Германию, но их планам было не суждено сбыться. Каждый квадратный метр был полит кровью. Такую огромную цену пришлось заплатить за свободу. Этот день для нас еще особенный, потому что, благодаря мужеству крымчан уже нынешнего покорения, нам удалось воссоединиться со своей исторической родиной России. Для нас, конечно, этот праздник, он двойное счастье. Мы находимся на подъеме, крымчане сегодня находятся на подъеме, испытывая радость духовного соединения со своей исторической родиной. Возвращение Крыма уже давно перестало быть чисто политическим событием. Референдум 16 марта буквально поженил двух влюбленных. Свадьба уроженца Твери, морского офицера и студентки из Севастополя, дочки и внучки офицеров советской армии, стала первой в нашем городе после возвращения субъектов в состав России. Об этом на видеоконференции крымчанам рассказал Андрей Шевелев. Забрали одну, ну а внуками вернем три, я там передам хозяину, чтобы постарался. Так что... Сюда пусть пронесли, чтобы мы всех пристроили наших. Здоровья, благополучия, берегите себя, низкий поклон семьям. Екатерина Карпова, Илья Чечен, Рентовый пилот.